МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все об основных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Владивостоку 158. Город готовится к грандиозному празднованию дня рождения. О том, как Владивосток готовится отметить свой 158-й день рождения, расскажу я, Светлана Садовая. 16 лет подряд. Что ждет участников и гостей кинофестиваля Меридианы Тихого 2018? Из 92 стран. Пришли картины. Нистовый сын Зевса, голова Ореса. Римскую скульптуру 2 века н.э. можно увидеть в Приморской картинной галерее. Скульптурный шедевр. Голова Ореса, бога войны, который в эти дни прибыл во Владивосток. Об этом расскажу вам я, Дмитрий Беломеснов. Также в выпуске фрегат Паллада станет символом праздника выпускников Крылья Востока. И еще расскажем, густой туман окутал объездную трассу Владивостока. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В преддверии 158-летия Владивостока наградили выдающихся жителей города. Торжественное собрание прошло на сцене Феско-холл. Официальную часть открыл глава Владивостока Виталий Веркиенко. В приветственном слове он пожелал городу дальнейшего развития и экономического роста. О своей любви, как правило, громко не говорят. Но о любви к Владивостоку можно и нужно говорить именно так. Для этого есть отличный ежегодный повод – день рождения города. Необходимо сделать так, чтобы эта любовь заряжала нас всех на новые свершения. Как вы знаете, про историю освоения и развития Владивостока уже написаны целые тома. И они содержат тысячи имен, самоотверженных людей и самых удивительных фактов о городе. Помимо традиционных награждений горожан, которые внесли особый вклад в развитие Владивостока, на праздники представили и нового почетного жителя столицы Приморья. Им стал 88-летний ветеран-капитан китобойного судна Юрий Сергеев. Он рассказал историю своего жизненного пути и прочитал стихотворение собственного сочинения. Во время выступления почетный житель Владивостока расчувствовался, и ему стало плохо. В концертный комплекс даже пришлось вызвать реанимацию. Медики приехали оперативно, и благодаря этому им удалось спасти Юрия Сергеева. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Владивосток готов к масштабному празднованию дня рождения, которое продлится целых четыре дня. Жителей и гостей города ждет немало сюрпризов. О том, каких именно, расскажет моя коллега Светлана Садовая. Театрализованное шествие, концерты, всевозможные шоу с участием местных, а также всемирно известных звезд. Свой 158-й день рождения Владивосток уже по традиции готовится отметить с большим размахом. 29 июня жители Владивостока воздали почести основателю города генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву Амурскому и первому старости предпринимателю Якову Семенову. Именно Муравьев Амурский добился присоединения к России у Сурийского края и способствовал основанию города, которому 2 июля исполнится 158 лет. Первый староста города Яков Семенов добился больших успехов в торговых делах и общественной деятельности. В честь него назвали одну из центральных улиц города. Владивостокцы в этот день также почтили память защитников дальневосточных рубежей России. 30 июня, в день, когда будут проходить основные праздничные мероприятия, глава Краевого центра Виталий Веркиенко впервые поздравит жителей с этим праздником. Мэр города также обещает преподнести творческий сюрприз. Для всех желающих оформиться в едином стиле вместе с праздничным оформлением торговых предприятий, двориков, вы можете скачать по ссылке баннер, который размещен на официальном сайте администрации города Владивостока www.3wblc.ru. Баннера размещены по ссылкам после каждой новостной ленте о городе Владивостоке. Пожалуйста, поддержите город, оформляйтесь вместе с нами и приходите поучаствовать в общем массовом шествии, которое состоится в 11 часов по улице Светландская. На торжественном собрании, посвященном празднованию Дня города, у Владивостока появился новый почетный житель. Им стал ветеран, капитан китобойного судна Юрий Сергеев. В своей речи он прочел стихотворение собственного сочинения, посвященное родной стране. Боже, Россию храни, да будет твое повеление, в силу духа и мудрость отцов нам дай для отчизны спасения. О своей любви не принято говорить громко, но любви к Владивостоку можно и нужно говорить именно так. И каждый год для этого есть отличный повод день рождения города. Нужно, чтобы эта любовь заряжала нас всех на новые свершения, отметил в праздничной речи глава Владивостока Виталий Веркиенко. Об истории развития Владивостока написаны тома. Она содержит тысячи имен удивительных и самоотверженных людей, ярких событий. Среди героев, оставивших свой след, морские офицеры и простые матросы, исследователи и ученые, купцы и промышленники. После выступления на торжественном собрании в честь Дня города Виталий Веркиенко вручил заслуженные награды горожанам, внесшим вклад в развитие Владивостока. Среди них художественный руководитель детской хоровой студии «Камертон» Наталья Лифанова, полковник медицинской службы Сергей Куковеров, исполнительный директор Приморского торгового дома книги «Вера Арбатская», генеральный директор Владивостокского морского рыбного порта Александр Шевченко, ученик школы номер 22 Егор Давыдов и многие другие. Ко дню своего рождения город подготовил множество настоящих сюрпризов. Например, жители и гости краевой столицы смогут увидеть, как танцуют экскаваторы. Уникальное всемирно известное шоу, которое с успехом гастролирует по всей России, впервые посетит Владивосток. Благотворительный фестиваль, фестиваль красок, фестиваль водных фонариков, мастер-классы, конкурсы, виртуальные экскурсии. 2 июля в Чеховском сквере пройдет торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной Антону Павловичу Чехову. А значит, у города появится новый культурный арт-объект. Праздничные мероприятия продлятся 4 дня и пройдут почти в каждом уголке Владивостока. Горожанам рекомендуется взять с собой только хорошее настроение. С днем рождения, любимый город, Владивосток. Светлана Садовая, Сергей Тулатев, Новости на Восьмом. Бригад Паллада станет символом праздника выпускников «Крылья Востока». Грандиозное событие, которое посетят более 10 тысяч выпускников и их родителей, состоится уже в субботу, 30 июня. Кульминацией вечера станет проход по акватории бухты «Золотой рог» парусника Паллада. Экипаж заканчивает последние приготовления, устанавливает световое оборудование, флаги рассвечивания, проверяет исправность экилажа. Во время мероприятия экипажу помогут курсанты Дальрептуза, которые будут работать с парусами. Во время появления Паллады в бухте развернется световое шоу. Парусник станет символом начала новой жизни выпускников. Паллада по достоинству признана одним из самых красивых фрегатов. Жители и гости города не перестают восхищаться, когда наблюдают за идущим по морю парусником. И, конечно, многие мечтают побывать на борту фрегата, что посчастливилось сделать нашей съемочной группе. Оборудование в рулевой рубке на капитанском мостике Паллады точно такое, как было в 1989 году. При полном отключении обоих двигателей фрегата судно полностью переходит на ручное управление. Так что штурвалы паруса здесь не просто дань древним морским традициям, а вполне действующие механизмы. Этот и другие секреты Паллады его курсанты рассказали и даже показали участникам Всероссийского фестиваля «Наука-0+.» Знаменитое судно на несколько часов стало экскурсионной и учебной площадкой. Мы стараемся в большей степени использовать, конечно, движитель-парус, с тем, чтобы, во-первых, экономить топливо, а во-вторых, работа с парусами все-таки придает какую-то именно морскую романтику. И первое, и второе, закаляет будущих моряков с тем, чтобы они могли определиться, море это вообще их специальность, их дело или не их. Бывают случаи, к сожалению, что некоторые после практики трезво оценивают и меняют свою профессию или дальнейшую жизнь. Чтобы поставить все паруса, курсантам нужно всего 40 минут, но работать порой приходится в экстремальных условиях. Так что неженкам на палладе места нет, рассказали курсанты своим гостям. Ребята проходят суровые испытания долгими рейсами, разлукой с близкими, штормами, качкой и даже банальной морской болезнью. В первый месяц плавания от нее страдают все новички. И если выдерживают, считают себя настоящими морскими волками. Ночь у нас подняли, сыграли тревогу, оврал. У нас на носу оборвался косой парус. И, получается, под порывом ветра его рвало еще сильнее. Нас всех выгнали туда, взяли мы шкот и начали тянуть, чтобы его сложить. Страшно было? Страшно. Ну, нам было весело на самом деле, потому что это экстрим. Не знаю, ночью темно, волны, шторм, вода заплескивается на борт. На палладе участникам фестиваля интересно абсолютно все. Ощущение, что смешались эпохи, появляется, когда проходишь по коридорам красного дерева. В день сегодняшний участников фестиваля «Наука 0 плюс» возвращают абсолютно современные курсантские каюты. Гости фрегата побывали не только в них, но и в учебной аудитории. На верхней палубе осмотрели снасти, которых на судне почти 8 тысяч километров, рулевую рубку и основные навигационные приборы. Это судно, оно такое громадное, оно просто завораживает. Ты смотришь, это настолько все красиво, все... Это очень интересно, то есть ты приходишь, видишь все, как оно построено, там всякие узлы, это тебя так захватывает, это так интерес прививает. В принципе, интересно. Паллада-рекордсмен книги рекордов Гиннесса за скорость среди парусных судов своего класса. Интересный факт. Во время кругосветного путешествия в 2007-2008 году судно побило свой же рекорд, но его не оформили официально. Помимо научно-исследовательских и представительских функций, сегодня судно выполнило и просветительскую задачу. Участники фестиваля «Наука-0 плюс» не только познакомились с легендарным фрегатом, но и вдохновились морской романтикой. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Антивозрастная генная терапия, восстановление репродуктивного здоровья пары. Всё это кажется жителю Приморья далёкими и труднодостижимыми плодами медицины будущего. Однако специалисты медцентра «Примаверова» в Владивостоке уже более семи лет успешно практикуют новейшие и наиболее эффективные методы лечения самых тяжёлых и скрытых заболеваний. Пляжный сезон во многих городах уже наступил. Несмотря на погоду, жители приморской столицы уже готовятся к выезду на пляжи. И в это время года как никогда актуальной становится проблема питания. Ведь каждому хочется хорошо выглядеть и при этом не менее вкусно кушать. Разрушали мифы о еде, в том числе о спортивных и обезжиренных продуктов, в студии радио ВИБИСИ врачи-профессионалы из Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». К слову, общий врачебный стаж медиков составляет больше 85 лет. А главврач Центра сразу начала беседу с опровержением афоризма «заедать горе». Заедают не только горе, но и радости. На радостях можно съесть, знаете, ещё больше. Поэтому вот это вещество, по которому мы можем определять, что такое дофамин, это вот то счастье, которое у нас образуется в мозге. И мозг мудрый, он запоминает. И запоминает, и если это запоминание идёт с детства, это формируется пищевая привычка. Впрочем, уверены врачи, привычки бывают разные. Из трёх основных ингредиентов пищи, а это белки, жиры и углеводы, Эксперт сразу определила вещество нон-грата, которому точно стоит иногда закрыть дорогу на хозяйский стол. Углеводы. И углеводы скрытые. Вот вы вряд ли догадаетесь, что, возможно, углеводы есть в кетчупе. Подозреваете в соусах. Их же там сахар. В различных соусах, да. Их чрезмерно. И очень много в очень сладких фруктах. Там тоже сахар. Поэтому, когда по килограмму по два фруктов для любимого водителя мама выставляет, она с детства формирует привычку к углеводам. Врачи с многолетним стажем отметили факт, вероятно, неприятный для всех любителей пенных напитков. Мужской половине населения ни в коем случае не стоит пить пиво. Вредно. И всё тут. Кроме того, специалисты Примаверы рассказали о своих по-настоящему колоссальных возможностях. По части определения того или иного заболевания. На генетическом уровне врачи могут вычислить зависимость и чувствительность к сладкому. А используя другие методы, составить полную картину здорового и гармоничного питания, образа жизни и нагрузок. Для каждого. Индивидуально. И это лишь малая часть возможности центра. Впрочем, в ходе беседы особое внимание радиослушателей привлекли именно пищевые мифы и заблуждения. Например, интерес вызвал вопрос, употреблять ли глютен. Ведь вокруг этого белка уже многие десятки лет ходят самые неоднозначные слухи. В нынешних хлебопулочных изделиях и других изделиях, которые состоят из этих злаков, глютенов в 30 раз больше, чем тогда, когда только эти злаки научились сажать, культивировать и так далее. Наши древние люди. Поэтому отказываться людям от глютена, даже с хорошей его переносимостью, или не отказываться, решать им. Мы всё равно рекомендуем, ну на месяц, на два отказаться. Чуть меньше двух лет назад в центре Примавера открылось целое медицинское направление антивозрастной медицины. Уже сейчас специалисты центра могут составить ваш генетический паспорт и задать правильное направление, которое приведёт вас в активное и счастливое долголетие. Евгений Черёмухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой... 16 лет подряд, что ждёт участников и гостей кинофестиваля Меридианы Тихого 2018. Густой туман окутал объездную трассу Владивостока. Плохая видимость по утрам там держится уже целую неделю. Всероссийский Олимпийский день отметили во Владивостоке. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. 16 лет подряд, что ждет участников и гостей кинофестиваля «Меридианы Тихого-2018». Густой туман окутал объездную трассу Владивостока. Плохая видимость по утрам там держится уже целую неделю. Всероссийский олимпийский день отметили во Владивостоке. В Москве в Тверском суде состоялось очередное заседание по существу дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МУП в дороге Владивостока Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Восток Цемент» Андрея Пушкарева. Оглашение материалов дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева завершено. Исследованы все 120 томов, ведется допрос свидетелей. На нынешнем, как и на предыдущих слушаниях, защитники акцентируют внимание суда на сомнительной достоверности доказательной базы, основанной на незаконных обысках и прослушке, незаверенных копиях документов, экспертизах, сделанных с грубейшими процессуальными нарушениями. Как сообщает РИА Влад Ньюс со ссылкой на сайт в поддержку Игоря Пушкарева, некоторые материалы, представленные государственным обвинителем, свидетельствуют в защиту Игоря Пушкарева. Например, стенограммы телефонных переговоров экс-главы Владивостока с Андреем Пушкаревым. Тогда глава города Игорь Пушкарев договаривается с генеральным директором ГК «Востокцемент» о снижении цен на асфальт для МУП в дороге Владивостока. Стройки КТС-2012 в разгаре, а для Игоря Пушкарева подготовка к саммиту – задача государственная первоочередная. Или документы о работе муниципального предприятия накладные, из счета фактуры отгрузки строительных материалов, которые говорят о том, что МУП эффективно работал. Напомним, Игорь Пушкарев уже более двух лет находится в следственном изоляторе. Он взят под стражу 1 июня 2016 года. Следствие длилось полтора года. Первое заседание по существу дела состоялось 27 февраля 2018 года. Кинофестиваль стран АТР Меридианы Тихого уже в 16-й раз пройдет во Владивостоке. Даты проведения фестиваля с 21 по 27 сентября были известны заранее. А вот подробности грядущего события в мире кино раскрывают далеко не сразу. Что же ждет участников и гостей Меридианов Тихого 2018? На пресс-конференции побывала моя коллега Катерина Матвеева. 1147 кинокартин. Именно столько предстоит просмотреть отборщиков Меридиана Тихого за 91 день и выбрать лучшие из них, те, которые покажут в рамках программы фестиваля. Из 92 стран пришли картины. Причем вот в этом году заметна такая явная тенденция, возникшая интерес к нашему фестивалю у Африки, у африканских стран. Президентом Меридианов станет Александр Роднянский. Состав жюри их председателя пока назвать не смогли. Над этим еще работают. А вот с площадками уже определились. Открытие пройдет на Приморской сцене Мариинского театра, закрытие в кинотеатре «Океан». Показы будут проходить в разных точках города. В этом году два зала «Босфор» и «Уссури» в кинотеатре «Уссури», в которых тоже будут идти кинопоказы. Галерея «Арка» – наша постоянная традиционная площадка. И мы сейчас готовим. Не будем пока называть, но очень интересный фото-проект. Вот прям вот еще пару недель и уже нам все подтвердят. А вот то, что мы всегда любим. Открытый кинотеатр – это тоже наша традиционная площадка и тоже любимая. Режиссером обеих церемоний впервые выступит Вячеслав Стародубцев. Известен уже и фильм «Закрытие» – криминальная драма Ольги Зуевой на районе, который снимали во Владивостоке. Финальная программа будет полна сюрпризов. Так зрители увидят и фильм победителей Каннского фестиваля «Магазинные воришки», и португальскую ленту «Диамантина», получившую приз от критиков в Каннах, и свежую ленту Жанна Люка Гадара «Книга образа». Я был на кинотавре в июне месяце, и как почему-то именно в этом году, как нельзя больше, чем обычно, ко мне, кто-то уже знает, с кем-то мы знакомы, потому что каждый год общаемся, вот, все еще хотят к нам приехать, понимаете. Возьмите нас в Владивосток. Мы были, одни говорят, мы были, и мы уже не можем туда не вернуться. Это свойство, это как бы часть нашего менталитета. К нам все хотят вернуться, особенно творческие люди, потому что Владивосток – невероятно творческий город. В этом году интерес к меридианам проявила Нью-Йоркская киноакадемия. На фестиваль приедут ее преподаватели, один из которых, как независимый эксперт, будет смотреть всю конкурсную программу короткометражного кино. Победитель получит приз академии – недельную стажировку или обучение в Нью-Йорке, Париже или другом городе мира, где есть фериалы академии. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Пока Владивосток завершает последние приготовления к 158-летию, свой день рождения уже празднует Приморская государственная картинная галерея. Для гостей жителей города подготовили подарок – неделю премьеры, одним из событий которой стало открытие выставки «Нистовый сын Зевса, голова Ореса». Экспонатом из коллекции Государственного Эрмитажа свой день рождения Приморская государственная картинная галерея отмечает уже в третий раз. Если в 2017 году это был древнегреческий кратер, датируемый IV веком до нашей эры, то в этом году посетителям представляется уникальная возможность увидеть великолепную римскую скульптуру II века нашей эры. На выставке побывал и мой коллега Дмитрий Беломеснов. Яростный и разрушительный, обогренный кровью. Так называли греки бога войны Ореса – свирепнииста в грозе. Хотя, вглядываясь в черты лица этой скульптуры, чувствуешь, что античный мастер хотел передать не столь грозный характер, а благородную сдержанность и мужественность. Строгий образ воина с идеальными пропорциями лица – это тот тип мужской красоты, который эллины, именно так называли себя греки, идеализировали. Здесь представлен прежде всего благородный, такой величественный воин, со всей такой сдержанностью, строгостью. Памятник таких классических греческих пропорций, где образ строится на гармонии, на сочетании физической красоты, физического совершенства. Это действительно идеальное такое лицо. А вместе с тем мы чувствуем характер этого человека. Древний греческий бог представлен в виде молодого воина в шлеме, украшенном рельефными изображениями пальметы, растительного орнамента в виде листьев пальмы, двух собак и двух крылатых грифонов. Венчает шлем пышный гребень, в основе которого миниатюрная фигурка сфинкса – крылатого мифического существа с головой женщины и телом львицы. Сам формат выставки одного из шедевров предполагает нечто совершенно уникальное и особенное. И, конечно, античность, как мы говорим, столь недоступная и далекая от нас здесь, на берегах Тихого океана, становится ближе благодаря вот таким выставкам. Потому что тот предмет, который сегодня мы видим с вами здесь в экспозиции, он действительно уникальный. Мраморная голова II века н.э. – копия римского мастера с оригинала V века до н.э. Алкомен – ученик знаменитого Фидия, создал образ гражданина Полеса – города-защитника. Оригинальная скульптура бога Ореса стояла на Афинском Акрополе. Это была фигура воина с атрибутами воинскими в шлеме, с мечом, со щитом. Но от этой статуи, к сожалению, оригинал вообще не сохранился. Она была из бронзы, как это было принято в античности в Греции. Сохранился вот в виде копии, от которой только остался фрагмент, осталась одна голова. Античный памятник был приобретен в конце XVIII века в Италии графом Шуваловым. Он понимал, как важно начинающим мастерам знакомиться с лучшими достижениями великих предшественников. В середине XIX века голова Ореса была передана в Эрмитаж. Решение показать этот шедевр во Владивостоке принял его директор Михаил Петровский. И вот сын владыки Олимпа Зевса впервые на берегах Тихого океана, где своей скульптурной школы нет. Повод о том, чтобы кто-то может обратиться к этому виду очень замечательному, потому что это один из прекраснейших видов скульптуры, когда ты из глыбы камня видишь, что можно сделать, что там внутри нарастает, оживает. Нистовый сын Зевса, голова Ореса, выставка одного шедевра продлится до 7 октября. Погрузиться в историю античности жители и гости Владивостока смогут не только увидев лик Бога войны, но и благодаря лекциям, а также специальным квестам для детей. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. В преддверии Дня города все больше компаний стараются создать жителям Владивостока праздничное настроение. Один из самых приятных способов этого достичь – дегустация всеми любимых морских деликатесов. Где и чем угощают горожан, смотрите в следующем сюжете. Яркие и позитивные персонажи на входе и вкусные угощения внутри. Один из самых современных супермаркетов Владивостока проводит дегустацию новой рыбной продукции от известного приморского производителя компании «Восточный лиман». На территории хорошо знакомого горожанам рыбного островка возник еще один островок – аппетитный, куда с удовольствием причаливают покупатели. Подобное сотрудничество двух бизнесов – отличный пример того, как взаимные интересы могут не только дополнять друг друга, но и давать явные преимущества покупателям. Каждый участник дегустации имеет возможность здесь и сейчас ознакомиться с новинками, попробовать свежайшую продукцию и приобрести ее по ценам производителя, а также узнать все нюансы изготовления из первых уст. Наша компания очень серьезно относится к качеству продукции. Мы выпускаем малосоленую, что очень нравится современному покупателю, потому что сейчас люди настроены на здоровый образ жизни. Продукция действительно всегда свежая, красивая, малосоленая. Копчение у нас происходит на натуральном дыме, без добавления различных ингредиентов, химикатов, поэтому наша продукция недлительного срока годности и всегда востребована покупателям. На приглашение попробовать рыбные деликатесы в новом продуктовом с удовольствием откликнулись покупатели самых разных возрастов. И, похоже, все остались довольны. Отличная продукция. Я часто бываю на Камчатке и могу сравнивать. Здесь, я скажу, не хуже, а некоторые продукции и лучше. Очень вкусно. Мы продегустировали и пошли себе еще накупили и палтуса, и рыбки красные. Так что приходите. Юколу мы брали и сейчас берем. А палтус только первый раз попробовал. Так что будем брать. Превращать новых гостей в своих постоянных покупателей – хорошая традиция компании «Рыбный островок». За годы работы на рынке у нее сложился широкий круг клиентов, людей, ценящих свое время и качество продукции. Поэтому закономерным шагом в развитии компании стало открытие супермаркета нового формата, где торговля и производство объединяются для того, чтобы вместе работать на покупателя. С «Рыбным островком» наше сотрудничество продолжается более 10 лет. На протяжении этого срока у нас сложились очень дружеские, теплые отношения. Мы каждую неделю два раза делаем поставки свежей продукции. И, конечно же, с «Рыбным островком» я думаю, что наше сотрудничество продлится еще очень долго. Свежесть и качество продукции, а также забота о клиентах – вот основы, на которых строит свой бизнес новый продуктовый. Каждый день сюда за покупками приходят сотни горожан, и каждый чувствует себя желанным гостем. Попробовать аппетитные морские деликатесы от компании «Восточный лиман» в «Рыбном островке» можно в эту пятницу и субботу. Кроме того, подобные встречи покупателей с лучшими производителями Приморья обещают стать традицией. Олег Завьялов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Густой туман окутал объездную трассу Владивостока. Плохая видимость по утрам там держится уже целую неделю и составляет 7-10 метров. Автолюбителям следует соблюдать осторожность. Из-за проблемы с туманами и самонадеянности водителей трассы «Седанка-Патрокол» не раз становилось местом массовых ДТП. Так, например, в апреле в районе съезда на Снеговую пострадало свыше 10 автомобилей – дорогие внедорожники, кроссоверы, микрогрузовики, микроавтобус и универсалы. По счастливой случайности никто не пострадал. Автомобилистов призывают строго соблюдать скоростной режим и использовать аварийки при передвижении по объездной трассе. Пока во Владивостоке держатся традиционные туманы, в Приморье выходные ожидается по-настоящему жаркая летняя погода. Температура воздуха поднимется до 28-30 градусов. Желающие уже могут начать купальный сезон. Фактическая температура воды в Амурском заливе – плюс 16 градусов, в заливе Пассиета – плюс 18. Во Владивостоке выходные осадков не ожидается, температура воздуха выше 20 градусов. Но при высокой относительной влажности воздуха будет душно, и даже свежий южный ветер не принесет существенного облегчения. Ночью сохранятся очаги тумана, ослабевающего днем. И к новостям спорта. Всероссийский Олимпийский день отметили во Владивостоке. Ежегодная акция, посвященная Олимпийскому движению, проходит сейчас в разных городах России. В Приморской столице праздник спорта отмечают соревнованиями, в которых участвуют юные школьники. Подробнее об этом Максим Яковлев. Метание мяча, прыжки в длину и эстафеты входят сегодня практически в каждый школьный урок физкультуры. Однако эти ребята пришли не на занятия, а на соревнования, да притом посвященные Олимпийскому движению. Такая необычная акция уже последние несколько лет собирает во Владивостоке десятки юных участников. В первом блоке команды каждый по очереди пробовали себя в испытаниях в ФСК ГТО. Это метание мяча в цель, это наклоны и прыжки в длину. Второй блок – это соревновательные, спортивные. Сейчас вот вы видите, проходят веселые старты в формате эстафет. Инициатором Всероссийского Олимпийского дня выступает Национальный Олимпийский комитет. Ежегодно этот день включают в единый календарный план масштабных физкультурных мероприятий, в которых принимают участие и взрослые, и дети. В этом году акция посвящена летним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Аргентине в октябре этого года. В ожидании праздника спорта во многих городах России сейчас проходят подобные эстафеты, конкурсы и турниры. Конечно, этим юнцам до участников Олимпиады еще далековато, однако главное – замотивировать молодежь и направить на путь чемпиона. Ведь основная цель Всероссийского Олимпийского дня – завлечь детей в спорт и показать, что это не только полезно, но еще и престижно. Наталья Фалеева, как никто другой, знает, что начинать свою карьеру нужно с самого раннего возраста. С ее воспитанницами, знаменитыми амазонками, сегодня считаются самбисты со всего мира. А ведь многим нашим чемпионам еще даже нет 18 лет. Мне кажется, во-первых, неплохая программа самбо в школу, только ее нужно развивать. Третий урок самбо, он втягивающий, то есть дети познают, смотрят, что это. Но это очень сложно сделать, потому что школа должна быть оборудована. Участники веселых стартов по итогу получили не только эмоции и заряд энергии, но и заслуженные призы с олимпийской символикой, которая будет теперь им напоминать, к чему нужно стремиться. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Владивосток у 158. Город готовится к грандиозному празднованию дня рождения, которое продлится 4 дня. Мероприятия будут проходить в разных районах города. Мерезианы Тихого уже в 16-й раз пройдут во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Президентом кинофестиваля в этом году станет режиссер и продюсер Александр Роднянский. Густой туман окутал объездную трассу Владивостока. Поплохая видимость по утрам там держится уже целую неделю. Автомобилистов призывают строго соблюдать скоростной режим и использовать аварийки при передвижении по объездной трассе. Бригад Паллада станет символом праздника выпускников Крылья Востока. Грандиозное событие посетят более 10 тысяч выпускников и их родителей. Неистовый сын Зевса, голова Ореса, римскую скульптуру 2 века н.э. Смеры можно увидеть в Приморской картинной галерее. Всероссийский Олимпийский день отметили во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Этой ночью жители и гости Владивостока наблюдали впечатляющую картину. На Золотом мосту появились световые лучи, которые били в небо, переливались разными цветами и меняли направление. К празднику выпускников «Крылья Востока» московская компания «Сила Света» готовит грандиозное световое шоу. И подсветка моста – репетиция накануне события. Даже густой туман не испортил впечатление. Не верите? Посмотрите сами. Прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на «Восьмом». «Восьмом». Восьмом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»